Всем привет! Если нужен ноутбук для жизни, для работы, то это он. Это породистый ноутбук от компании MSI, линейка Modern 14, есть разные комплектации. У меня конкретно на i7 1255U, за графику здесь отвечает Intel Iris XE. 8 гигабайт оперативной памяти DDR4, но можно максимально до 16, если нужно расширить. По памяти здесь 512 гигабайт M.2 SSD. Это означает, что для монтажа, для работы с фото, ну понятно, общественные программы, вот просто, чтобы, значит, комфортно работать на ноутбуке, этого вообще вполне достаточно. Если так случилось, что, к примеру, после трудового дня, ну, к примеру, захотел покататься в World of Tanks или Counter-Strike поиграть, он тебе это позволяет. Настроенные графики нормально, Contra запускается на высоких настройках, но комфортно получается играть на средних вообще 100%. Какие-то, конечно, AAA-игры новые ты не запустишь, но всевозможные инди-игры и не особо требовательные. Пожалуйста, здесь для этого все будет нормально и нормально идет. По внешности бывает либо полностью черный, либо вот такой вот серебристый. Пластик у нас идет в круг, сверху снизу, крышка тоже, 14 дюймов экран, IPS-овский, Full HD. Здесь вы видите операционную сниму Windows 11 уже изначально будет стоять, Home-версия. Ну, рамки, вы сами видите, что сверху у нас рамка чуть побольше, тоже здесь камера у нас находится, 720 HD, два микрофона. Очень прикольная система крепления самого монитора к корпусу ноутбука, потому что, смотрите, то есть когда у нас он закрыт, мы можем, кстати, одним пальчиком все это дело открыть, и у нас как бы корпус, нижняя часть поднимается, тем самым дает нам приток воздуха снизу. Это прикольная тема, и у нас экран раскладывается на 180 градусов, вот так вот, то есть для каких-то задач, когда тебе это потребуется, он это может. Ну, круто, может ты это не всегда, конечно, будешь использовать, но в каких-то вот задачах, да, это будет тебе полезно. Очень прикольная клаватура островного типа, она у нас сделана, конечно же, с подсветкой. По клаватуре все классно, вот немножко, кстати, по шрифту у меня были вопросы, вот буковка K, буковка Ч, она немножко как-то шрифт какой-то здесь интересный выбрали, просто глазу как-то сразу, знаешь, непривычно видеть такой шрифт. Трекпак классный, соответственно, мультитач у нас поддерживается, можно раздвигать, можно сдвигать, тремя пальцами, пожалуйста, по системе обращаться без проблем. Нажимается у нас практически во всех местах, и это круто, то есть можно не только там левую-правую клавишу, как бы мышки использовать, а еще, когда тебе нужно, не только прикоснуться, а еще нажать в любом месте. По разъемам. Слева у нас подсоединяется питание, изначально идет в комплекте такой блок питания на 65 Вт, но разъем здесь будет такой вот свой, это не проблема, на самом деле здесь у нас есть еще Type-C разъем, который поддерживает Power Deliver, и есть что, можно через Type-C тоже заряжать. Это, кстати, удобно, чтобы с собой не всегда возить стандартную зарядку. Полноценный HDMI, чтобы подцепить, к примеру, к проектору какую-то презентацию провести, ну это круто, или вообще к любому монитору. Здесь находится быстрый USB 3.2 Gen 2, и такой же быстрый USB-C 3.2 Gen 2, ну и пару Delivery. Здесь совмещен разъем наушников и микрофона. С другой стороны, значит, нам дали разъем для карт памяти microSD, если потребуется, да, прикольная тема, потому что, чтобы ты в камере можешь использовать, например, если ты там снимаешь не полноценную SD-флешку, а, к примеру, microSD с переходником, ставил сюда, пожалуйста, работай, обрабатывай фотки. И два обычных USB 2.0, ну, к примеру, чтобы там клаватуру, мышку подключить, почему бы и нет. Ноутбук у нас поддерживает, кстати, по аудио Hi-Res, 24 бита, 192 килогерца. По своим динамикам они находятся на нижней части, давайте сейчас, насколько это возможно, вам продемонстрирую. Вот, мы их находим здесь, слева и справа, у нас такое стерео. Здесь у нас прям большое пространство сетчатое, через которое у нас поступает воздух, соответственно, там находится теплоотводящая трубка, через которую дует вентилятор и выдувает горячий воздух. Изначально, кстати, у нас тут есть даже вот резиновые ножки, то есть на них ноутбук становится. Ну и плюс ко всему этому, как уже говорил, то у нас, как бы, корпус, видите, он поднимается еще больше, дает приток воздуха. Это, на самом деле, потрясающая тема. Я такие решения очень люблю. Конечно же, провел, ребят, тесты и на производительность накопителей, на производительность процессора. Давайте я вам покажу, что у меня получилось. Ну, так вот, по, скажем так, обычному использованию скажу, что по ноутбуку шикарно. То есть, браузинг, я не знаю, там, блендер, если захотел ты, я не знаю, 3D-моделирование сделать, без проблем. Например, монтаж видео. Захотел в игрушечку, да, поиграешь. Вот, Counter-Strike, считай, на средних вообще идеально идет, на высоких иногда какие-то фрезы случаются. Ну, не стоит забывать, что все-таки у нас ноутбук не игровой, он не рассчитан на игрушки, но процессор это позволяет делать. Весь ноутбук, кстати, 1,4 кг, поэтому можно вообще его взять с собой, без проблем, какой-нибудь там, в поездку. В самолете достал, поставил, притом 14 дюймов, много места не занимает. Хоп, целый фильм посмотрел, приехал, продолжил работу. Есть фирменное приложение MSI Center Pro. Здесь у нас собрана вся техническая информация по нашему ноутбуку. Плюс мы также можем здесь сделать оптимизацию, сделать режимы, к примеру, пользовательский приоритет, приоритет реального времени. Вот, чтобы ресурсы системы распределяете, к примеру, автоматически, либо не автоматически. Вот, ты здесь можешь все это дело настроить, к примеру, другая оптимизация. Здесь у нас по накопителю вся информация есть. Диагностика системы. Мы можем протестировать, все нам здесь покажут. Это именно фирменная прога. Поддержка также. Очень удобно, даже когда ты покупаешь ноутбук, не знаю, со вторых рук, или когда-то в магазине, вот, например, даже запустил, здесь у тебя сразу интерактивная проверка, сразу клавиатура, звук, приостановка системы, серстная панель. То есть, все-все-все, можно здесь сразу проверить. Ну, соответственно, если будешь играть в игрушки, сразу выключить клавиши Windows. Это классно. На самом деле, что это изначально есть, супер, решает очень много задач. Итак, подводя итог. Все необходимые разъемы есть, как и самые современные, к примеру, Type-C. Плюс сюда ты можешь подключить такие устройства, как, к примеру, там, такие USB-C хабы, называются. Что это такое? Стоит у тебя, к примеру, переходник, к нему подключена клавиатура, мышка, питание и плюс монитор. Ты просто приходишь к себе на рабочее место или домой, один кабель в Type-C втыкаешь, все, ставишь ноутбук, и у тебя сразу, он как системный блок, одним кабелем подключаешь, он же и питается от этого USB-хаба, и плюс у тебя сразу монитор, мышка, клавиатура, все, ты работаешь. Это удобно. Такие же темы можно иметь на работе, к примеру, пришел на работу, своим ноутбуком, хоп, все, на рабочем месте. Ушел, кабель один выдернул, все, и пошел домой. Классно. А когда нужно, подключился к проектору, пожалуйста, полноценный HDMI, конечно же, есть. Стримы может повести, ну, комментируемый разъем, плюс камера уже встроена, есть, и плюс обычные USB-шки тоже, они иногда полезны. Типа, может, они в ноутбуке не нужны, все прям супер-мега-быстрые, что ты не будешь там постоянно везде накопители быстро подключать. Обычные USB-шки тоже сделали, притом не один, а целых два с одной стороны, это круто. Вот такой вот он, Emosine Modern 14, ссылка на него будет в описании, ребят. Подписывайтесь на Zen, на Telegram-канал, на YouTube тоже, пишите комментарии. Давайте, с вами был Игорь, пока.